Виктор и Валентина Почему не обращались за помощью? Несколько дней. Валентина, вам нравится так жить? Мне нравится. Вы сидите у вас на ноге мухи? Мне они ничего не кусают. Жилье превратилось в рассадник инфекции. И, судя по всему, это беспокоило только соседей, которые неоднократно обращались в соцзащиту. Но люди так и продолжали гнить. После выхода нашего сюжета в эфир на следующий же день супругов госпитализировали в больницу. А в квартиру зашла клининговая компания. Набежали все и быстро-быстро все устранили, все и сделали. А не зря поговорка говорит. Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Потому что, когда человеку говоришь, что, допустим, грязно туда-сюда, у всех представление свое. Сейчас семья по-прежнему находится в больнице. Всем было понятно, после выписки история может повториться. Близких родственников у басистых нет. А накануне супруги все-таки согласились поехать в интернат. Они подписали заявление на помещение стационарное учреждение. То есть состояние, наконец-то, здоровья дало им понимать, что сами они самостоятельно проживать не смогут. Они будут размещены в Тальминский дом-интернат, там же, где находится их сын. То есть семья воссоединится. С 40-летнего сына органы опеки забрали у басистых год назад на принудительное лечение. В ближайшее время родители смогут его увидеть. Скорее всего, сразу после выписки супруги отправятся в интернат. А вот что будет с квартирой басистых, пока неизвестно. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.